Специалисты из университета Флиндерса в Аделаиде разрушили теорию, согласно которой абсолютно все процессы в организме контролируются головным мозгом. Новые исследования позволили найти в желудочно-кишечном тракте миллионы нейронов. Эти клетки отвечают за работу некоторых внутренних органов и систем, например, перистатику. Согласно заявлению Ника Спенсера, желудочно-кишечный тракт – единственный орган человека, имеющий свою нервную систему, притом полностью автономную, совсем не зависящую от головного мозга. Ученые не исключают теорию, что мозг в желудочно-кишечном тракте появился раньше основной нервной системы. Согласно закономерностям эволюции, сперва возникают примитивные системы, которые со временем совершенствуются. Конечно, найденный мозг не является настоящим, однако это еще раз доказывает, что в организме человека много нераскрытых тайн. О найденной нервной системе, названной брюшным мозгом, ученые догадывались давно, но только сейчас решили обнародовать новость со всеми деталями. И это, скажу я вам, не прорыв в науке, а всего лишь небольшое открытие. Интересно, сколько можно сделать еще открытий, если объединить все усилия ученых планеты? Но сейчас же все человечество занято намного важными делами, бесполезной мышиной возней. Напишите в комментарии, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok